МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотите знать, чем дышит отечественная благосфера? О чём говорит, про что пишет программа блогеры, раскроет грани виртуального пространства и погрузит вас в параллельный мир социальных сетей. Массовая драка или словесная перепалка? Кто прав, а кто виноват? Конфликт в электропоезде с общением Караганда-Астана не смог оставить равнодушным ни одного интернет-пользователя. Насколько мы защищены от посягательств со стороны? Обо всём этом подробнее в программе блогеры. Массовая драка или словесная перепалка? В СМИ на днях появилась информация о том, что в электропоезде с общением Караганда-Астана произошла массовая драка. Как это было, со слов очевидцев, рассказывает газета «Новый вестник». В Астане села семья карагандинца, рассказывает Гульмира. Муж, жена, четырёхмесячный малыш и их родственница. На вид ей было лет 14-15. Рядом с ними села компания молодых девчонок. Они играли в карты, вели себя шумно. Из-за них ребёнок плакал, не мог уснуть. Отец младенца сделал девушкам замечание, мол, успокойтесь, вы же видите, что с малышом. Но они начали припираться, огрызаться и устроили шум. Позже пассажиры утихомирились, говорит Гульмира. Но на этом конфликт не был исчерпан. Когда молодая мама вышла в туалет, дерзкие девушки подкараулили её. Женщину ждали в тамбуре пять девушек. Они начали её жестоко избивать все вместе. Это был просто ужас какой-то. Пассажиры пытались помешать, но они заблокировали дверь в тамбур. Муж женщины бросился на выручку. Ему удалось пролезть туда, где шло избиение. Он дал сдачи девушкам. В вагоне были контролёры, которые проверяли билеты у пассажиров. Они, по словам Гульмиры, просили всех успокоиться, но каких-то других мер не предпринимали. Пассажиры были в шоке от такого. В Асакаровке зашёл полицейский, опросил всех. Но на этом девушки не успокоились. Одна из них всё кому-то звонила, говорила, что её побили в электричке. Хотя начала-то она сама. И в сортировки на станцию пришли бандиты, судя по виду, точно криминальные элементы. Девушка сама обмолвилась, что её папа бандит. Они вытащили из вагона отца маленького ребёнка, начали его бить, загнали под вагон. Кто-то из них начал искать ребёнка. Пассажиры испугались за малыша и спрятали его в туалете. Мне просто не верился, что всё это правда происходит. По словам Гульмиры, вся скандальная компания села в электричку. Путь до Караганды продолжился. Пассажиры в сильно расстроенных чувствах, а некоторые и с травмами разной степени тяжести. Были, мягко говоря, не в духе. В Караганде с распустившими кулаками пассажирами разбиралась полиция. Этот факт действительно был, говорит заместитель начальника по службе ЛУВД Жаслан Жамбурбаев. В данный момент дело прекращено за примирением сторон. Куда смотрит руководство Казахстан-Тимиржулы? Мои друзья, родители и близкие ездят на этих электричках. Вот как прокомментировала ситуацию сам перевозчик. Представители компании Казахстан-Тимиржулы. По словам пресс-службы КПЖ, пассажиры должны сами следить за своим поведением. В данном случае они бессильны. Проводники не имеют права применять физическую силу к пассажирам. В ООО «Пригородные перевозки» существует правило провоза пассажиров и груза багажа. Согласно этим правилам при возникновении каких-либо инцидентов, во время которых появляется какая-то угроза либо здоровью пассажира, либо сохранности груза багажа, старший проводник обязан передать данную информацию машинисту. Машинист уже по радиосвязи обращается в полицию на ближайшую станцию. При необходимости вызывается на ряд полицейских. Применять какую-либо физическую силу к людям, участвующим в инциденте, проводники права не имеют. В данном конкретном случае, говорят в КТЖ, проводники, включая старшего, проводника сделали все необходимое. За своим поведением каждый должен следить сам. Высаживать проводники с поезда могут только при сопровождении полиции, резюмирует перевозчик. Получается, что мы не защищены, когда едем в электричках. Мы поехали не на маршрутке, потому что думали, что электричка – это безопасно. А оказалось, что совсем наоборот. Почему сотрудники ТМРЖОЛы не следят за порядком на дорогах? Получается, что пассажиры предоставлены сами себе. Никто их не может остановить, если они вдруг впадут в агрессию. Хочешь – стреляй, хочешь – бей. Пока на станции полицейский не зайдет, никто ничего сделать не сможет. Как известно, конфликт спустили на тормоза примирением сторон. Интересно, на самом ли деле стороны разошлись по любовной, или все же кто-то кого-то припугнул? История об этом уже умалчивает. Примирение, скорее всего, было по запугаванию потерпевшей стороны. Вы встречали когда-нибудь таких? Там не только примиришься, там еще и заплатишь им, чтобы тебя не трогали. Если честно, думала, что все их перестреляли в 90-х, а оказывается, остались еще. Беспредел полный. И опять примирение сторон. Какой у нас добрый и прощающий народ. Примирение сторон? Да когда уже они перебьют и перережут все друг друга? Почему нормальные люди должны страдать, видя это, слышая это, читая об этом? Но самое интересное появилось позже. Вышла информация, что массовой драки и вовсе не было. Как утверждают в ДВД на транспорте МВД Казахстана, конфликт был просто на словах. Хотя ранее замначальника линейного УВД подтверждал факт массовой драки. Где правда? На станции Караганда сортировочная. В электропоезд была направлена следственно-оперативная группа. Они установили пассажиров, между которыми произошел конфликт. Это три студентки и молодая семья с грудным ребенком. Во время опроса все вышеуказанные лица отказались подавать друг на друга заявления. А также пояснили, что в пути следования электропоезда между ними произошел словесный конфликт. На почве того, что девушки разговаривали громко и не давали спать ребенку. Однако никаких драк, рукоприкладства, переломов и побоев не было. От прохождения судебно-медицинской экспертизы все лица отказались говориться в сообщении. Как говорится, на нет и суда нет. На основании этого, отмечает ведомство, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 257 Уголовного кодекса «Хулиганство». Этих похабных девушек надо повесить в центре Караганды. Полиция написала опровержение. Была просто словесная перепалка. Успокойтесь. Бандиты уже не те. Раньше по понятиям двигались. А сейчас просто варвары. Словесная перепалка произошла между пассажирами в электропоезде сообщением Астана-Караганда. Информация о массовой драке и пострадавших не соответствует действительности, заявляет ДВД на транспорте МВД Казахстана. Наверное, мужик полез под вагон, чтобы спрятаться от словесной перепалки. Наказание должно быть неотвратимым. Законы должны соблюдаться. А у нас, к сожалению, пока действуют законы степи. Откупились, примирились и так далее. Имена преступников, избежавших справедливого правосудия, становятся нарицательными. Каим Султанов, Усенов и так далее. Печально. Отечественный фильм «Нагима» завоевывает симпатии европейского зрителя. В кинопрокат Франции работа режиссера Жанны Исабаевой выйдет 26 ноября. Затем показ продолжится во всех других франкоязычных странах. У меня сестра была Аня. Она от трудов умерла. Фильм «Нагима» повествует историю двух выпускниц детского дома. Главная героиня подрабатывает в столовой. Все заработанные деньги уходят на то, чтобы оплатить аренду ветхой времянки в трущобах города. Дома ее ждет сестра Аня, которая находится на восьмом месяце беременности. Из-за отсутствия прописки девушка не смогла встать на учет и ни разу не прошла обследование у врача. Страдая от боли и кровотечения, Аня, наконец, попадает в больницу, где умирает во время родов. Оставшись одна, «Нагима» решает отыскать свою мать, которая бросила ее 18 лет назад. «Для меня была важна идея. Я прочла, что все выпускники детских домов официально получают сведения о биологических родителях. Я раньше думала, что это тайна, но на самом деле это конституционное право детей знать, кто их родители. И большинство детей пытаются их потом найти», — поделилась Жанна Исабаева. Картина не так давно завоевала гран-при кинофестиваля азиатских картин во Франции. Еще в прошлом году в рамках одного из самых престижных кинофестивалей в мире в Пусане прошла мировая премьера фильма. О феврале этого года «Нагиму» показали на 64-м берлинском кинофестивале в рамках секции «Форум». Правда, когда «Нагима» выйдет в отечественный кинопрокат, не сообщается. Возможно, казахстанский зритель увидит картину этой осенью. Кстати, «Нагима» стала дебютом для молодых актрис Дины Тукубаевой и Марии Неженцевой. Я измучила своих помощников по кастингу, потому что не давала им конкретного описания. Я им сказала, что не знаю, какой должна быть героиня. Она может быть любой — толстой, худой, высокой. Может выглядеть как угодно, но главное, чтобы в ее глазах была какая-то печаль. Потом я решила искать среди реальных выпускников детских домов. И когда впервые увидела фотографии Дины, то сразу поняла, что это та актриса, которая мне нужна. Тоже задалась вопросом, почему у нас примера так поздно. Думаю, кино такого рода многим покажется шокирующим. Потому что мы, как общество, не привыкли выносить подобные проблемы на всеобщее обозрение и уж тем более критику. Вспомните хотя бы фильм «Келен», как общественный резонанс он произвел. Судя по трейлеру, фильм обещает быть интересным. Я только за неординарность в мире казахстанского кинематографа. Это были блогеры и я, Анжела Гарипова. Следите за своими мыслями, постами и комментариями, потому что мы следим за вами. Субтитры сделал DimaTorzok